Пришла из диагностического центра, туда ножками назад, у нас же локдаун, нормально, прекрасно все и пробежка 6200, как всегда. Положила результаты свои на стол, результат сегодняшний у меня первый листок, второй листок предыдущий, третий листок, смяло решила выбросить, потом да нет, покажу людям, это же факты, это интересно. Сейчас рассмотрим и третий листочек, но давайте по порядку. Первый листок это мой результат сегодняшний. Никогда в жизни не принимала витамин-терегормон Д3, никогда, но прежде чем покупать в аптеке, это серьезный препарат, витамин-терегормон, нужно сдать анализ. Я пошла и сдала анализ в диагностический центр. Стоимость у нас в Киеве 20 долларов, 560 гривен. И вот через два дня я получила вот такой результат. Это декабрь месяц. 41,3. Это считается адекватный анализ. Адекватный. Адекватный это 40-60. Если ниже 30-ки, это катастрофа. Если ниже 20-ки, это везувий. У меня более-менее адекватный. На чем он? Понятно, что не на солнце. Просидели дома, то скользко было. Холодина, дожди, солнца нету в Киеве с лета. Это только питание. А питание какое? Не каши, не булки, не макароны вареная мука, витамин Д. На каких продуктах идет? На каких? На молочке. Сливочное масло, в первую очередь, это витамин Д3. Только хорошее. Оно у меня деревенское. Но по возможности стараюсь покупать. Творог деревенский. Сметана, если покупаю, деревенскую. Сливки то же самое. То есть хороший деревенский продукт у меня. Вот на таких продуктах более-менее адекватный. Ну что? Нужно добавить хотя бы 60. Размечталось. В аптеке. Покупаю такой гормон. Жиденький. Он идет жидкий. Не таблетки это. Декристол. Очень выгодно. Здесь 850 капель. Я человек компетентный. Так, 2000 это детство. Принимаю 5000. Думаю 5000 будет в самый раз. Все. 4 месяца. Принимаю 5000. Это 10 капель. Одна капля 500. 500 там каких-то единиц. 10 капель. Все. 4 месяца. Принимаю очень правильно. Моя соседка говорит, ты на хлеб капай. Думаю, ну капай. Тебя даже развивать не буду. Бесполезно. Капай на хлеб. На сахара. Я принимала только во время еды. Не после. Не до еды. А во время. Вот начали есть. Поели немножко. И принимайте гормон. Потом доедайте дальше свою еду. Обязательно должны быть жирненькие продукты. У меня всегда сливочное масло. Кусочек. Хотя бы рассосать. Сыр 50%. Сливочки жирные. То есть должны быть жирные продукты. Или даже тоже сало. Должны быть жиры. Это жирорастворимый гормон. Не будет жира. Не будет витамина D3. Запоминайте. Так. Принимаю 4 месяца. И вот сегодня забираю результат. Позавчера пересдала. Родила царица в ночь. Обалдеть. Я ожидала хотя бы 60. А тут у меня прибавилось только 3 единицы всего лишь. Посмотрите. Всего лишь 3 единицы. Обалдеть. Вот вам и аптечный препарат. Ну у каждого человека усваивается по-разному. Смотрите. Принимайте. Но доза должна быть немаленькая. Минималка. Это если у вас адекватный какой-то там результат 60. Может быть пятерочка вам нужна. Пять тысяч я имею ввиду. А вообще сразу 10 тысяч. 10 тысяч. Не тратьте деньги зря. И время. Время немалое. 3-4 месяца. Сразу 10 тысяч. Да. Заодно покажу свою глюкозу. 4,9,9. Это в декабре месяце. Поэтому кто там говорил у меня диабет, инсулино-разистентность. Нет-нет. У меня все окей. Я за этим слежу. Ну и что хочу еще сейчас вам рассказать. Значит по гормону, витамину я вам рассказала. Поднялся на 3 единицы. Следующий раз, это будет зимой, только 10 единиц. Все. 10 тысяч я имею ввиду. 10 тысяч. Никаких 5 тысяч. И по холестерину. В августе месяце 20-го года я решила сдать развернутый анализ на холестерин. Я сейчас вам покажу этот анализ. Я когда его получила в августе месяце, я чуть не упала. Я смотрела, у меня глаза поднялись на темечку. 8,58. Кто-то мне писал на днях, у меня 7,54. Нет, 7,4. Мне предложил врач сразу принимать статины. Я с этим результатом к врачу не иду. А зачем? А зачем мне это нужно? Мне медиков слушать не нужно. Они мне все равно правильно не скажут. Я иду домой. Беру свою литературу. Начинаю штудировать. Выхожу на такую информацию. Холестерин зависит от гормонов щитовидной железы. От ТТГ. А я же гормонозависимый человек. Я принимаю эутерокс. 15 лет. На следующий день я бегу пересдавать гормон ТТГ. А у меня максимальная норма. 4,02. Я-то думаю, почему мне так плохо? Я 3 дня не хожу на свои пробежки. Я хочу спать днем. У меня страшная слабость. Четверка не моя норма. Слушайте внимательно все. Врачи-эндокринологи-теоретики. У каждого человека своя норма. Мне хорошо только на двойке и ниже двойке. 1,8. 2. Ну 2,2 пусть будет. Но не 4. Должна быть золотая средина. И кто уходит от гормонов, принимает. Старайтесь дойти до двоечки. Тогда будете хорошо себя чувствовать. Все. Я знаю, как мне принимать гормоны. К эндокринологу, конечно, не иду. Я добавляю сама гормон. И холестерин выравнивается только через 3 месяца. Вот в декабре месяце я иду, перездаю анализ на холестерин. А теперь внимательно. Был 8,58. А вот декабрь месяц. 6,33. Идеальный результат. Кто-то скажет завышенный. Идеальный результат. Послушайте доктора Евдокименко. Вот так. А был 8,58. Сразу бы присадили на статины. Да сейчас же. Не тут-то было. Поэтому мы в злачные места, как в поликлинике, не ходим. Как сказал доктор Комаровский. Хотите остаться живыми? Лечитесь дома. Обращайте на себя внимание. Ведь мы с вами себе сами доктора и премьер-министры. Показала, рассказала. Все на своих примерах. Всем добрый день. Всем доброго времени суток. Всем физкульт-привет, мои уважаемые женщины, девочки, мужчины, все, кто меня смотрит. Всем огромнейший физкульт-привет. Я вам показала только что всем свои анализы. Переоделась и помчалась быстро на пробежку. Вся такая пылающая сижу перед вами. Но общаться будем обязательно. Немножко хочу с вами поговорить о витамине D. Но это наша тема. У меня есть одно видео о витамине D. Полнота – это дефицит витамина D. Можете посмотреть. У меня видео, название соответствует теме. Интересно. Смотрите. Хорошая информация от профессоров. Не от врачей из поликлиники. От профессоров. Хорошая, интересная информация. И буквально пару слов о витамине D. Жесткий дефицит витамина D ведет всех к различным заболеваниям. В первую очередь это ожирение. Пришел полный человек к врачу. Все. Без анализа. Можно сказать, у него дефицит витамина D. Сахарный диабет. Дефицит витамина D. Психоневрологические заболевания. Сейчас массовый дефицит витамина D. Все налицо. Психоневрологические заболевания. Массовый причем. Онкопатология. Это уже серьезнее. Это хронический дефицит витамина D. Ученые сейчас спорят, это витамин или гормон. И мы тоже бывают называем витамин, гормон. Это не ошибка. Витамин-гормон. Это не ошибка, если мы скажем гормон. Это серьезно. Витамин-гормон это очень серьезно. И вот уровень витамина D зависит от систем нашего организма. Все знают, что это наш иммунитет. Витамин D это наш иммунитет. Это очень серьезно. У нас есть два гормона Д, это Д2 и Д3. Д2 это ультрафиолет, это солнышко. Вот даже такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, люди страдают от недостаточного количества витамина Д. Зимы мрачные, не солнечные, там тоже не хватает витамина Д у людей. 30% людей, которые проживают на планете Земля, страдают недостаточным количеством витамина Д. Мы мало знаем о витамине Д. Мы хорошо знаем о костно-суставной системе. Витамин Д это наши кости. Вот это мы хорошо знаем. Мы еще знаем о холестерине, что это очень плохо, холестерин. Мы знаем о давлении. О, это ужасно, когда зашкаливаю давление. Но о витамине Д мы мало знаем. К чему приводит хронический дефицит витамина Д? Это онкозаболевание. Это онкология тонкой кишки. Это хронический дефицит витамина Д. Это онкозаболевание простата, рак молочной железы. Это заболевание щитовидной железы. Это яичники. Это очень серьезно. Вот это к чему приводит хронический дефицит витамина Д. Вот, допустим, возьмем детей, которых привезли с Хабаровска в Крым. Детей привезли с анализом. Взяли у детей анализ на витамин Д. Тридцаточка была. Это я слушала доктора из Хабаровска. Тридцатка. Дети были на юге два месяца. Приехали в Хабаровск домой, привезли в Хабаровск. Измерили результат. Только поднялся на троечку. Тридцат три. То есть, очень мало дети получили витамина Д. Был тридцатка анализ, стал тридцать три. Признаки дефицита витамина Д. Это рахитный животик. Вот у меня на даче была коллега по даче, тетя Леночка моя. Мы пошли с ней с детьми на ставок. Вок, у нас говорят, ставок. Она врач со стажем. Пусть ее душа слышит. Ей тогда было 70 лет. И она говорит, Таня, посмотри, массовый рахит. Они все такие худенькие, сельские дети. А животы большие. У них большие головы и большие животы. Это массовый рахит. Она педиатр со стажем. Так вот, признаки. Рахитный животик. У людей начинают болеть ноги, мышцы, суставы различные. Это признаки дефицита витамина Д. Выпадение волос, ломкость волос. Это все признаки витамина Д. Недостаточного количества. На это нужно обращать внимание. Овощи, фрукты витамина Д не имеют совершенно. В растительных маслах практически его там нет. Где находится витамин Д? Это желтки яиц. Обязательно есть яйца с желтками. Это витамин Д. Это молочные продукты. Это витамин Д. Масло. Масло, повторяю, это витамин Д. Доставайте хорошее масло. Витамин Д это хорошая жирная рыбка. Это по возможности, если можно достать хорошие шпроты. Их полно, но нужно достать хорошие. Печень трески. Это витамин Д. Листочки петрушки тоже, кстати, витамин Д3. У многих анализ тридцаточка. Что такое тридцаточка? Это защита только от рахита. И от остеопороза немножечко. Совсем немножко. От остеопороза. Если 50, это суперрезультат. 50. Это человек уходит от такого заболевания на 50%, как диабет первого типа. На 80% вы уходите от атеросклероза. На 50% от рака молочной железы. И на 60% вы уходите от сердечно-сосудистых заболеваний. Это если у вас анализ 50 нанограмм на миллилитр. Нужно выйти на такой анализ. Витамин Д крайне нужен и крайне важен. Но он очень токсичен при передозе синтетическими формами. Поэтому нужно обязательно сдавать анализы. Проверять. Но все-таки даже синтетические формы, пожалуйста, результат сегодня у меня. Вот в 1930-40-х годах люди тогда еще проводили исследования. И основное лекарство от остеопороза, знаете, что было? Сливочное масло. Хорошее, качественное сливочное масло. Сливочное масло – это матрица. Это матрица. Это витамин Д. Это витамин А. Это бета-каротин. Это матрица. А сейчас что? Костно-суставная система у всех больная. Люди массово болеют опорно-двигательным аппаратом. Сейчас же полностью обезжирка. Это вредно. Не кушайте печень поджелудочной. Никаких жиров. А как же будет усваиваться витамин Д? Витамин Д – жирорастворимый витамин. На обезжирках витамина Д не получится. Обязательно нужно употреблять жиры. Растительные жиры практически не имеют витамина Д. Бутылочку открыли – окисляется вообще. Поэтому обязательно нужно доставать хорошие жиры, хорошие продукты, хорошее сливочное масло ищем. Витамин Д – это наш иммунитет. Это очень и очень серьезно. Очень и очень. Вот я вам показала сегодня свои результаты. Поэтому занимаемся. Мой витамин Д родной – 41,4. Только 3 единицы добавила. На синтетических формах. Обалдеть. Продолжаю питаться так же. Милые мои женщины, девочки и мужчины. Все, кто меня слышит. Я давно вас не брала с собой на физкультуру, на свою зарядочку. Обязательно завтра со мной гоу все заниматься спортом. Ну все, милые мои, с вами немножко пообщалась. Я благодарна всем за просмотры. Благодарна всем за чудесные комментарии. Благодарна всем за лайки. Любите себя. Любите себя. Ведь мы сами себе. И доктора, и премьер-министры. До встречи. Любите себя. Любите себя. Продолжение следует...